На мой выбор повлияло два значительных события, которые произошли в моем детстве. Одно из событий – это мне в глаз попала металлическая стружка. Я долгое время мучился, мама приехала вечером с работы, увидела, что у меня проблема, сразу поехали в больницу. И врач-офтальмолог одним легким движением руки избавил меня от этих мучений. В этот момент я понял, что я хочу стать врачом. А второй фактор, который повлиял на выбор именно специализации – это мой дедушка. Я видел, как он мучается со своими съемными протезами, и у меня было желание очень ему помочь. И поэтому, когда я стал передо мной выбор специализации, именно я решил стать стоматологом. На самом деле, каждому пациенту индивидуальный подход необходим. Потому что кто-то боится, кто-то не боится. С кем-то нужно разговаривать минут 10 для того, чтобы объяснить пациенту, что все это необходимо сделать, то, что необходимо сделать. И это нужно потерпеть небольшой укольчик, чтобы подействовала анестезия, и все. Очень многие пациенты сейчас уже знают, что это не совсем болезненно. Да, в любом случае укол нужно потерпеть. А дальше уже, когда действует анестезия, и все остальные процедуры – это уже безболезненно. Ну, я в основном беру, конечно, сложные случаи. Те случаи, с которыми не могут справиться врачи, или там поступили какие-то жалобы, чтобы мне собраться с этими жалобами, я уже беру, конечно, пациентов сложные. Я в основном занимаюсь стоматологией ортопедической. Лечением я не занимаюсь. У нас есть очень хорошие специалисты, кому я могу направить именно для лечения кариеса, пульпитов. Больше мы занимаемся сложными случаями именно по протезированию. Ну, таких случаев достаточно часто бывает, потому что бывают пациенты с очень сложными случаями, когда другие врачи пытаются им помочь, и это не удается сделать по разным причинам. По особенностям, там, строения челюсти. И уже пациент все равно хочет очень, чтобы у него были там протезы, или как-то была возможность жевать. И поэтому приходится придумывать какие-то конструкции, чтобы помочь ему. Бывают аномалии, когда нет зачатков зубов, так нужно провести, допустим, ортодонтическое лечение, чтобы правильно расставить зубы. В этих случаях появляются промежутки между зубами. Ортодонты создают место для установки именно импланта, чтобы поставить имплант в то место, где отсутствует не было зачатка зуба. Ну, это у молодых пациентов. Постарше, конечно, это уже проблемы с тем, что какие-то зубы разрушены, какие-то потери на удалены, и уже мы стараемся помочь им восстановить зубной ряд. Если человеку нужно поставить одну короночку, ну, это недели, ну, две недели. Если, конечно, там целый комплекс, а в основном к нам приходят, и нужно заниматься и санацией, и удалениями, и протезированием, то это может затянуться и год, и полтора, и два. Здесь у нас в поликлинике номер один оказываем практически весь, можно сказать, спектр услуг в стоматологии. То есть у нас мы занимаемся лечением, гигиеной, протезированием, хирургией и также лечением под наркозом детей. То есть у нас здесь практически то, что возможно в стоматологии, мы проводим здесь. Лечение детей под наркозом – это очень востребованная услуга. Наша поликлиника – это одна из трех поликлиник Московской области, в котором проводится эта процедура. Здесь, если к нам попадает маленький наш пациент на лечение, мы проводим полную санацию полости рта. То есть чтобы ему уже не нужно было в ближайшие года два-три обращаться к стоматологу. Если нужно удалить – удаляем. Если нужно полечить – полечим. Сейчас мы также двигаемся, чтобы для детей ставить короночки металлические. Есть специальные детские металлические короночки, которые сохраняют целостность зуба молочного, чтобы он не разрушился. Сейчас врача отправили на обучение, чтобы он начал заниматься и этой процедурой. Чтобы попасть на прием, на лечение под наркозом, это нужно обратиться к лечащему врачу, к детскому стоматологу. Он непосредственно уже отправляет, создает направление, передает данные нам, что такой-то пациент, требуется лечение такому-то пациенту. И уже мы ставим его в очередь на лечение. Очень большое количество пациентов с разрушенными зубами. К сожалению, это все маленькие пациенты до трех лет. По разным факторам это, конечно, происходит. Чтобы не травмировать психику ребенка, чтобы спокойно провести это все лечение, нужно уже заниматься это лечение под наркозом. Потому что такой ребенок не будет сидеть спокойно в кресле. Он не даст работать врачу. А с удержанием пациентов мы не работаем. В первую очередь наши молочные зубы, если они разрушаются и удаляются, идет потеря места для постоянных зубов. Если удаляется молочный зуб, в будущем будут проблемы с прикусом. Нужно будет тогда обращаться к ортодонту, ставить брекеты. Это все чревато вот такими последствиями. Поэтому обязательно нужно следить за гигиеной ребенка. С самого начала следить каждый день, чистить с ним зубки, научить его самостоятельно чистить зубки. И проводить осмотр раз в неделю, хотя бы, чтобы кто-то из родителей осматривал ротовую полость своего ребенка, чтобы при выявлении каких-то кариозных поражений можно было сразу обратиться к стоматологу и решить проблему на самом начальном этапе. Чтобы не доводить до такого, что была бы необходимость лечения под наркозом, чтобы была бы необходимость удалять зубы. Это лучше всего, конечно, чтобы маленькая дырочка появилась, маленькую дырочку заделали, поставили пломбочку, и ребенок в порядке, и зубки у него в порядке, и все хорошо тогда. Сладкое это очень сильно влияет. Все любимые конфеты наших детей – это пища для микроорганизмов, которые достаточно быстро разрушают наши зубки. Мы планируем в отделении также ввести еще одну специализацию – это взрослого врача-ортодонта. Есть очень большая также необходимость. Те дети, которые носят пластинку в детстве, зачастую пластинка, она просто помогает не ухудшаться ситуации. Но в будущем зачастую требуется этим детям носить потом уже брекеты в более взрослом возрасте. А когда они вырастают, наши врачи в детских стоматологиях не могут уже им помочь. Поэтому мы решили попробовать открыть взрослую ортодонтию, чтобы непосредственно у нас в поликлинике работали уже с проблемами по прикусу. У многих пациентов бывают не всегда хорошие впечатления после посещения каких-то стоматологий. Поэтому это, опять, очень много случаев было. Приходили пациенты, действительно, говорили, у нас сломали инструмент в зубе. Делали снимки, смотрели уже и принимали решение, стоит ли трогать этот зуб или оставить его в таком же состоянии, как оно есть. Есть пациенты, которые боятся непосредственно бормашинки. То есть из-за того, что из-за ее звука не то, что она там что-то делает, а именно то, что пищит. И есть у меня категория пациентов, которые просят одевать наушники, ставить музыку, чтобы они не слышали именно этого звука. Каждый отдельный пациент – это как, можно сказать, отдельная вселенная. И когда ты начинаешь познавать, очень много интересного узнаешь. И так же в стоматологии, когда к тебе приходит пациент, ты видишь проблему, ты пытаешься составить план, чтобы решить все эти проблемы и помогаешь пациенту со всеми его проблемами. Мне именно нравится видеть, когда человек ко мне только приходит, я уже себе представляю итоговый вариант, как это должно выглядеть, как это будет выглядеть. И стремлюсь уже к этому варианту, который я уже себе представил в голове. У нас постоянно проходят определенные обучения, как по профессиональной, так и по административной должности, можно так сказать. Одно из последних обучений – это было по пожарной безопасности. Постоянно проходят выставки стоматологические, посещая эти выставки. Стараюсь попадать на какие-то там вебинары других стоматологов, чтобы посмотреть, как они работают. Это в нашей профессии обязательно. Одно из новшеств – я постарался обеспечить наших врачей. Есть специальные стоматологические матрицы с кольцами, которые помогают реставрировать зубы. Вот я постарался обеспечить наших врачей такими кольцами. Но это одно из таких новшеств. Также лечение зубов машинными инструментами. То есть не вручную, когда врач обрабатывает каналы, а непосредственно есть машинки, которые помогают обрабатывать намного лучше каналы. Стараюсь, конечно, по последнему, можно сказать, с лоутехники работать. В отделение можно спокойно записаться через портал, через госуслуги. Можно прийти в регистратуру, можно через информат у нас в поликлинике. Выбрать специалиста и записаться к нему. Запись, в принципе, доступная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!